Фрэнк Полони. Арцах. Воплощение всего армянского. Сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Полони обсудил контрпродуктивное ограничение США на поездки и связи с Арцахом в интервью Рафикара Кощану, директору по законодательным вопросам Армянского национального комитета Америки, Анка. Прежде всего, вы не можете использовать американские транспортные средства для поездки в Арцах, но помимо этого, Газдеп говорит вам, что это небезопасно и вы столкнетесь с последствиями и попадете в черный список Азербайджана. По сути, они пытаются напугать людей, и, очевидно, если они пытаются напугать меня и других членов Конгресса, это, безусловно, будет препятствовать частным лицам и бизнесу, заявил Полони. Представитель Полони выступил в защиту резолюции о поездках и связи с Арцахом, представленной ранее в марте при полной поддержке Анка. По его словам, необходимо стараться поддерживать как можно больше контактов для того, чтобы понять, с чем сталкиваются жители Арцаха. Арцах — это функционирующая демократия, рыночная экономика, очень похожая на Соединенные Штаты и остальной Запад. «Я хочу, чтобы люди знали это», — заявил он, добавив, что необходимо установить политическое и экономическое сотрудничество. Конгрессмен Полони, который ездил в Арцах чаще, чем кто-либо из законодателей США во время своей работы в Конгрессе, отметил, что с нетерпением ожидает следующей поездки. «Я всегда хочу вернуться. Я хочу, чтобы конфликт с Азербайджаном урегулировался. Я хочу, чтобы Арцах продолжал оставаться независимой страной или, если они проголосуют на референдуме, стал частью Армении. Однако, чтобы он оставался армянским, что является конечной целью, был признанным в качестве республики, либо как часть Армении. Но помимо этого, я просто люблю его культуру. «Я просто люблю всеармянское и Арцах, своего рода воплощение армянского, будь то гончарное дело, ковры или культура в целом», — заявил он.